В этом году был зафиксирован первый случай кори у трехлетнего ребёнка в Фолешском районе. Специалисты из Центра общественного здоровья в Фолештах сообщают, что ребёнок был вакцинирован в Германии, откуда вернулся год назад. Впервые признаки заполевания появились 9 января, а последнее посещение детского сада состоялось 11 января. В первом году был замен и с удовлетворен трепетом. До начала 16 лет. На первом году были универсии на кровь, температура, и тузы. С удовлетворен трепетом, до начала 16 лет, но фары эффект. В первом году был вакцинирован вакцинирован в 1 мая, лет назад. На данный момент специалисты Фалештах вместе с семейным врачом будут следить за состоянием здоровья воспитателей и детей, которые ходили в один детский сад с заболевшим ребенком. Врачом, врачом, врачом-то подозрения с заболевшим ребенком. Ребёнок был госпитализирован в Бельскую клиническую больницу. На данный момент его состояние стабильное. Невакцинированные дети подвергают себя риску развития осложнений, среди которых наиболее часто встречаются ларингит, пневмония и менингит. Местные жители выражают беспокойство, поскольку корь является крайне заразным и опасным заболеванием. Это особенно актуально, учитывая, что из 17 детей, родившихся с 2020 года по настоящее время, двое не привиты. Местные жители. Местные жители. Коль считается высококонтагиозной вирусной инфекцией, которая передаётся воздушно-капельным путём от больного человека. Корь проявляется высокой температурой тела, интоксикацией, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью, которая сначала проявляется в области лица и горла, а затем распространяется на всё тело.